Один из символов города Видное, Дворец культуры, отметил свой юбилей. 65 лет учреждению исполнилось еще в прошлом году, но тогда из-за пандемии торжество пришлось отложить. За годы своего существования дворец менял название, но неизменно притягивал людей, влюбленных в свою профессию. Сюда либо с размаху влетаешь и понимаешь, что это твое, это твоя жизнь, твоя атмосфера, либо не задерживаешься, потому что ритм жизни абсолютно сумасшедший. Творчество, креатив окружают тебя даже во сне. Перемешалось абсолютно дом-работа, работа-дом, семья. Ирина Родителева руководит творческим коллективом последние несколько лет. Свой опыт и знаний ей передала Лариса Гейлис, которая работала директором учреждения четверть века, а сейчас продолжает возглавлять Народный театр ТВИТ. Мы создали много коллективов, чтобы население нашего города могло во всех жанрах проявить себя. Перед входом в зрительный зал гостей встречали сотрудники Дворца культуры в необычных образах, чем создавали праздничную атмосферу. Я работаю здесь с лета, только закончила институт. Пришла сюда, поскольку живу всю жизнь в Видном, давно знаю, с детства этот Дворец культуры. Нравится коллектив, интересная работа, постоянные мероприятия, праздники, движуха. Так что мне скучно не бывает. В этот вечер в зале было немало людей, посвятивших свою жизнь развитию культуры округа, в том числе в стенах Видновского ДК. Со сцены звучали поздравления от сотрудников администрации муниципалитета и приглашенных гостей. С днём рождения Дворец! С днём рождения коллективы, которые рождались и продолжают рождаться в стенах этого замечательного Дворца! С днём рождения всех педагогов, руководителей, которые за эти годы сопровождали развитие этого учреждения! Шесть лет назад состоялась реконструкция здания. Оно обзавелось просторными помещениями и современным оборудованием. Благодаря этому появилось много новых кружков и секций. Но есть старейшие и старейшие, безусловно, те коллективы, которые родились до самого Дома культуры. Это оркестр народных инструментов и хор россиянков, которые были созданы в 1949 году. И оркестр народных инструментов, и хор выступили на праздничном концерте наряду с молодыми коллективами. Эх, 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 да чтоб ещё не разу присматривай, нам повелось у нас! Публика всех принимала громкими аплодисментами. Мне нравится в нашем Доме культуры художественная самодеятельность вот такая. Помимо выступлений артистов, сотрудников Дворца культуры по случаю юбилея наградили почётными грамотами и подарками. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова